Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного Университета Ленинградского интернет-телевидения и Фонда Рабочей Академии. Занятие семинарское. Проводить его буду я, Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук. Занятие по теме «Советы и отмирание социалистической демократии». Было предложено некое количество вопросов по этой теме, и я проверил чуть больше 50 работ по системе дистанционного обучения. И, надо сказать, с уведомлением достаточно обнаружил, что тема «Советы и отмирание социалистической демократии» оказалась для товарищей, по всей видимости, сложнее, чем темы, связанные с наукой логики Гегеля. Что для меня, в общем-то, достаточно удивительно, поскольку, вроде бы, категории, которые мы изучаем, связанные с Советами и социалистической демократии, и ее отмирание, они более часто встречаются и в наших выступлениях, и в наших обсуждениях, и так далее. Но, как показывает практика, видимо, товарищи еще не совсем отточили понятия, связанные с этой темой, что, в общем-то, не страшно. Мы для этого здесь все и собрались, чтобы закрепить эти понятия и разобраться, а в чем, собственно говоря, товарищи допустили какие ошибки. Практически все работы, которые я проверил, имеют замечания. То есть, там, буквально несколько работ замечаний не имеют. Мы сейчас к ним перейдем, но перед тем, как мы к ним перейдем, я предлагаю товарищам, которые присутствуют очно, выступить по предложенным темам. Да, давайте. Выходите, представляйтесь, какой вопрос разбирали. Коротко наступайте. Владислав Ильич, 1-й и 2-й отделе Красного Университета. От умирания. Социалистическая демократия. Да. Насколько я усвоил, что термин демократия подразумевает, ну, подразумевает в современности буржуазную демократию. И ничего общего он не может иметь с той так называемой демократией социалистической, потому что выбранные процессы при социализме осуществлялись по территориальному признаку и не имеют отношения к выборам буржуазным, которые осуществляются почти 100% обманным путем. Смотрите, я вас немножко прерву. Значит, вот с самого начала вы сказали, что сегодня под демократией понимается буржуазная демократия. И тут же вы говорите про социалистическую демократию. На самом деле демократии бывают разные, демократии связаны с типами государства, которым они принадлежат. И поэтому нельзя сказать вообще, что сегодня под демократией понимают буржуазную демократию. Тот, кто говорит о демократии, не упоминает, о какой демократию он имеет в виду, он в политическом смысле безграмотен. Когда мы просто говорим о демократии, о демократии вообще, это Ленин нам еще разъяснил в работе «Государственная революция», что говорить о демократии вообще безграмотно. Поэтому надо говорить о какой-то конкретной демократии всегда. Поэтому ваше утверждение о том, что когда мы говорим о демократии, мы имеем в виду буржуазную демократию, я так не имею в виду. Я знаю множество различных демократий, которые относятся к различным государствам. Но это хорошо, вы сказали, что советы выбираются при основании выборности для социалистической демократии является территориальный признак. Так, подождите, а разве в парламент мы не по территориям тоже выбираем? Парламент точно так же, по округам, по территориям, те же самые выборы. Ну, как-то я об этом не подумал. Ну, давайте начнем с простых вещей. Что такое демократия вообще, просто определение демократии? Это не является определением демократии. Это хорошее высказывание демократии, которое требует больших уточнений, чтобы оно стало даже правильным. Но истинным оно не является. Уточнение в том, что это власть господствующего класса. Ну, в каждом типе государства эксплуатирующего класса. Власть эксплуатирующего класса. Давайте тогда осудим наш шаг назад. Государство это что такое? Инструмент осуществления власти господства государства. А при помощи чего осуществляется эта власть? При помощи того, что я по головке глажу тех, над кем я господствую? Силовая, эксплуатационная власть, законодательная. Насилие, прямое насилие. Государство это аппарат насилия прямого. Над и подавление эксплуататорским классом, класс эксплуатируемого. Так, то есть мы договорились, что государство это вот такой аппарат специальный для насилия над эксплуатируемым классом. Хорошо. Теперь мы должны как-то перейти к демократии. У государства есть форма, есть сущность. Так? Так. Давайте определимся, что является сущностью государства. Любого. Вне зависимости от государства. Не могу ответить. Сущностью государства любого является диктатура господствующего класса. То есть вот это является сущность государства. Когда мы говорим о государстве, мы имеем в виду, что его сущность является диктатурой господствующего класса. А форма государства... Она может быть либо диктатурой буржавии, либо диктатурой пролетарианта. Нет. Форма, она, значит, это парная категория к сущности. Вот есть сущность. Сущность – это господство, диктатура господствующего класса. А формы бывают к этой сущности разные. В действительности, да, они зависят от того, во-первых, какой класс господствует. Это первое. А второе – в какой форме он господствует. Потому что не только при господстве данного класса, например, при господстве буржуазии, мы знаем различные все равно формы государств. Какие вы знаете формы государства при господстве буржуазии? Буржуазное государство. Буржуазная демократия. Буржуазная демократия. Феодальное государство. Не-не-не, при господстве буржуазии. Когда мы говорим о... Фашистское государство. Вот. То есть, две формы известны. Если мы говорим про государство-диктатуру буржуазии, то известны две формы. Это буржуазная демократия и фашистское государство. Да, фашизм. Хорошо. Так вот, если мы говорим самое короткое определение демократии, демократия это одна из форм государства. Все, больше про демократию можно ничего не говорить. Одна из форм государства. И потом, когда мы уже раскрываем это понятие, можно говорить как раз о том, что есть сущность государства и различным классам господствующим соответствуют различные типы или формы государственной власти. Демократия просто одна из этих форм. А какие еще бывают демократии? Ну, одну вы назвали на самом деле уже. Феодальную. Нет, феодальная демократия, вот история не знает такой формы. Рабовладельческая. Рабовладельческая демократия, да. Хорошо, а в чем, ну вот есть рабовладельческая демократия, есть буржуазная демократия и есть демократия социалистическая, вы ее назвали, да? В чем общее между этими всеми демократиями? Что общее? Какие-то поверхностные общие понятия. Ну, общее что-то вы можете назвать между ними? Если вот между этими демократиями общее что-то есть? Ну, что там везде упоминается народ. Ну, да. Тогда надо говорить, что такое народ. И, в общем-то, при буржуазном строне вообще под народом можно понимать всех людей. Да, да. Поэтому здесь достаточно сложно. Они объединены все тем, что органы государственной власти при этих формах правления являются выборными. Да? Их выбирают. А вот кто их выбирает, каким образом они избираются, вот как раз туда и начинаются различия в конкретных демократиях. Потому что, если мы говорим о государстве рабовладельческом, то избирают там только рабовладельцы. Потому что все остальные, в общем-то, в выборах не участвуют. Ну, тут, да. Они не только не имеют права голоса. Потому что в рабовладельческом государстве есть три, условно говоря, три группы людей. И два класса. Первая группа – это рабовладельцы. Вторая – это свободные граждане, которые рабов не имеют. И третья – это рабы. И вот рабы, они вообще-то не люди, не считаются людьми в рабовладельческом государстве. Это ходящие орудия. Говорящие орудия. Да, говорящие орудия. Поэтому, как бы, вот в этом смысле рабовладельцы избирают там среди себя тот, кто будет… Что делать? Тот, кто будет господствовать в этом… Нет, господствовать они все будут. Господствовать будет класс. Ну, делить средства производства и обладать средствами производства. Нет, обладают все равно класс рабовладельцев. А что эти вот граждане, которых избрали, то что они будут делать? И они тоже будут, то же самое будут делать при… Эксплуатировать? Нет, эксплуатировать будет класс рабовладельцев. То же самое будут эти граждане избранные делать в буржуазной демократии и в советской демократии. Что самое интересное. Они будут выражать волю класса, который их избрал. Они будут просто проводниками воли этого класса. И все. Больше они ничего делать, как бы, и больше ничего не будут. И если они эту волю не будут выражать, их сразу переизберут. Так будет в рабовладельческом государстве, так будет в буржуазной демократическом государстве, так будет в советском государстве. Просто механизмы этого избрания разные. Ну и последнее, на чем все-таки надо здесь остановиться, в чем вы сделали ошибку, это вот в вопросе о советах. О советах. Все-таки советы выбираются не по территориям. Вы сказали, что не по территориям его избираются. Это неправильно. Советы – это территориальные органы, действительно, территориальные органы. Но избираются они по заводам и фабрикам. А при предприятиях. И в этом их принципиальное отличие. Потому что в этом случае, при избирании по заводам и фабрикам, что нужно... Есть право отзыва. Право отзыва у вас сейчас. Есть ли вы, может, пойти, собрать миллион подписей и отозвать какого-нибудь... Ну, только это нереально. А в те времена, в то при советах, это реальное достижение и то, что использовалось. Давайте о советах говорить не в прошлом, а о как научной категории, которая, в общем-то... Я поправился. Да, которая является и определяет государство значительно высшей ступени, чем мы имеем сейчас. Ну, кстати говоря, в какой-то форме советы существуют в Корее, в Северной Корее. Так что они и сейчас существуют в этом смысле. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Можно. Да. Просто по теме, что потом его тюрьму будет непонятно. Возьмите замечать. Вот не уверен, что феодальной демократии не было совсем. Выбирали же феодал, император, Штой Римской империи, германские нации и короля в Лещей Посполитии. Значит, когда выбирают короля, обычно, обычно, это все-таки форма такая, ну, можно сказать, монархии при выбранной монархии. Здесь к демократии малое отношение это имеет. Есть какие-то переходные формы. Вот специалист по этому вопросу, Александр Сергеевич Козенов, действительно говорил когда-то, что были какие-то известные переходные формы там при феодализме. Но вот такой прямо демократии феодальной история не знает. И нигде вы не найдете феодальной демократии такого вот такой категории. Ну, как переходные формы такие, можно сказать, да. Все, едем дальше? Да. Так, давайте перейдем к ответам, которые были присланы в систему институционного обучения. Никита Евгеньевич Абсалямов отвечает на вопрос о демократии как форме государства и пишет. Это государство, где власть формируется путем выборов представителей от граждан. Это такая-такая вялая формулировка. Тут какие-то граждане появляются. Кто такие граждане? И каких представителей избирают? В общем, надо этот вопрос раскрывать более полно. Потому что, если так сказать, то получается, что как будто бы демократия это может быть демократией вообще. Никакой-то конкретной власти, формой власти какого-то конкретного класса. Дмитрий Валерьевич Азанов отвечает на четвертый вопрос. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. И пишет. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Это такая демократия, при которой власть принадлежит самому многочисленному классу. И осуществляется в его интересах путем прямых выборов своих представителей в Совете и возможности их отзыва. Здесь допущено несколько ошибок. Первая ошибка допущена такая, которая допускает очень много товарищей. В последующем я об этом буду говорить. И здесь замечаю. При социалистической демократии, то есть при диктатуре пролетариата, власть принадлежит не самому многочисленному классу. Потому что власть принадлежит... Что такое диктатура пролетариата? Диктатура пролетариата по ленинскому определению. Это означает то, что строго определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские и вообще промышленные рабочие, ведут всю массу трудящихся до полной победы коммунизма. То есть речь идет именно о конкретном классе городских, фабрично-заводских рабочих. Каким образом этот рабочий класс оказался самым многочисленным? Вот это непонятно. То есть этот класс по сравнению с другим населением является малочисленным достаточно. Скажем, в царской России этот класс составлял несколько миллионов человек всего лишь. Поэтому нельзя говорить, что власть принадлежит самому многочисленному классу. Или там другие формулировки будут встречаться, но мы об этом тогда попозже поговорим. И здесь осуществляется в его интересах путем прямых выборов своих представителей. Что такое прямых выборов? Выборы в советы двуступенчатые. Избираются представители сначала в советы городские и областные, а потом избираются в Верховный совет. То есть двуступенчатые выборы. Никаких прямых выборов нет. Отзыв является прямым. То есть из Верховного совета отозвать может то предприятие, которое выдвинуло данного своего представителя в областной или городской совет. Совет первого уровня. Поэтому это никакая там непрямая демократия, не дай бог, как некоторые граждане сейчас мечтают о каких-то прямых демократиях. Это демократия представительная. То есть избираются представители в двух уровнях. Виталий Геннадьевич Александров отвечают на четвертый вопрос. Социалистическая демократия – это наиболее демократичная форма государственной власти, так как реализуется через диктатуру пролетариата. Но, во-первых, что значит наиболее демократичная форма государственной власти? В каком смысле наиболее демократичная форма? И вообще, говорит, демократия наиболее демократичная форма – это как масло наиболее масляное. Это странно. И тут, так как реализуется через диктатуру пролетариата, не реализуется социалистическая демократия через диктатуру пролетариата. Социалистическая демократия реализуется, можно так сказать, реализуется через советы. А диктатура пролетариата – это сущность советского государства. Поэтому не может форма реализовываться через сущность. Это как так? Так, идем дальше. Елена Игоревна Орламова. Демократия, первый вопрос отвечает, товарищ. Демократия, форма, в скобочках, разновидность государства. Это разные категории. Форма – это научная категория, которую мы можем встретить в науке и логике Гегеля. Разновидность – это что такое вообще? Поэтому отождествлять форму и разновидность, и говорить, что это как будто бы одни и те же категории, я бы так не делал. Чем вам просто не нравится, что демократия – это форма государства или форма государственной власти, которая представляет собой организованное систематическое применение насилия к людям? Нет. Демократия этим не определяется. Организованное систематическое насилие – это характеристика любого государства. Любое государство – это организованное систематическое насилие. Ну и, кстати, каким людям? Что тут, опять же, каким-то людям, то есть какой-то группе людей, каким-то отдельным людям, что буржуазия по отношению к самой себе, например, применяет насилие? Ну, это на самом деле так, в том смысле, что особо ретивых представителей класса буржуазии насилие к ним применяется. Но в целом насилие государства как аппарат насилия характеризуется именно применением его по отношению к эксплуатируемым классам. Так, третий вопрос. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии? Товарищ отвечает и пишет, что буржуазная демократия – диктатура эксплуататоров класса буржуазии над трудящимися массами. Идеология правящего класса является идеологией большинства, что позволяет буржуазии представлять собственную волю, как волеизъявление большинства. А в отличие от буржуазной демократии, диктатура пролетариата социалистической демократии является подавлением меньшинства большинством, то есть эксплуататоров трудящимися. Во-первых, почему диктатура пролетариата является подавлением меньшинства большинством, то есть эксплуататоров трудящимися? Диктатура пролетариата не всегда является подавлением эксплуататоров трудящимися, потому что в различные периоды времени диктатура пролетариата обеспечивает различные задачи. Когда социализм построен, никаких эксплуататоров уже нет, и классов нет. Есть только классовые различия, которые диктатура пролетариата помогает преодолевать. И опять вот здесь, диктатура пролетариата является подавлением меньшинства большинством. Каким большинством? Что это большинство из себя представляет? И правильно говорить, когда мы говорим о диктатуре пролетариата, что диктатура пролетариата – это единственное государство, в котором обеспечиваются интересы большинства. Это совершенно разное. Интересы большинства или действуют в интересах большинства, и подавляется меньшинство большинством – это совершенно разные вещи. Поэтому нельзя говорить еще раз, что диктатура пролетариата является подавлением меньшинства большинством. Нет этого большинства. Рабочий класс в меньшинстве находится и при диктатуре пролетариата. Ну и самое главное, что вы вопрос о буржуазной демократии, как диктатуре буржуазии, полностью не раскрыли. Идем дальше. Татьяна Павловна Аферкина. Социалистическая демократия, как диктатура пролетариата. Сущность диктатуры пролетариата состоит в том, чтобы обеспечивать интересы громадного большинства трудящихся. И в условиях социализма сохранять общественную собственность и бороться с частной собственностью. Значит, что такое сущность диктатуры пролетариата? Диктатура пролетариата и есть сама сущность государства. Сущность сущностей получается? А можно сказать, что задача диктатуры пролетариата состоит в том, это да, а сущность диктатуры пролетариата это масло масляное. Дальше. Обеспечивать интересы громадного большинства трудящихся. Вот это правильно вы говорите. Не именно диктатуру большинства над меньшинством, а обеспечение интересы громадного большинства трудящихся. То есть всех трудящихся. И в условиях социализма сохранять общественную собственность и бороться с частной собственностью. Здравствуйте, приплыли. Каким образом в условиях социализма сохраняется частная собственность? Частной собственности на средства производства в условиях социализма нет. Потому что социализм характеризуется тем, что в производстве, в экономике господствует общественная форма собственности. Можно, конечно, так говорить, что борется с восстановлением частной собственности путем бесконечного утверждения общественной собственности. Вот так можно это формулировать. Но сохранять общественную собственность и бороться с частной собственностью здесь это было бы не совсем верно при социализме. А вот в переходный период, где диктатура пролетариата также существует и имеет место налицо, там, конечно, идет борьба с частной собственностью. Потому что в переходном периоде, когда еще социализм не построен, есть многоукладность в экономике и частная собственность вполне себе представлена в экономической жизни государства. Государство. Бабенко Геннадий Анатольевич. Вопрос номер два. Рабовладельческая демократия как диктатура рабовладельцев. В любом государстве, которое в свою очередь является инструментом подавления воли народа, что за воля народа? Что за народ такой? И что за воля его? Народ это не такое-то понятие вульгарное. Нет такой категории народ. Тем более непонятно, что такое воля народа. Есть воля класса. То есть, на самом деле, воля класса – это классовые интересы. А воля народа, что такое воля народа, совершенно непонятно. Возможно, диктатура только одного правящего класса. Это правильно. А при демократии вся власть принадлежит правящему классу, который сам себя переизбирает на выборах. И это неверно. Это верно только, если мы говорим про демократию рабовладельческую. Если мы говорим про демократию рабовладельческую, хотя вы отвечаете на этот вопрос, но вы нигде не поясняете. Вы говорите о демократии вообще, о любой демократии. А если говорить о любой демократии, то там правящий класс не избирает сам себя. У правящего класса есть различные средства для того, чтобы в итоге, в результате этих выборов, в качестве представителей избранных были представители господствующего класса. Так происходит при рабовладении, потому что действительно рабовладельцы из своего круга и выбирают своих представителей. Так происходит при буржуазной демократии, поскольку она организована таким образом, что выборы состоятся по территориям. А если выборы состоятся по территориям, то любые выборы по территориям – это выборы самого крупного кошелька. Тот, у кого больше всего денег, побеждает на выборах по территориям. Ну и, соответственно, при советской демократии, при советах, там обеспечение того факта, что представители выражают волю класса рабочего, рабочего класса, обеспечивается тем, что они избираются непосредственно на заводах и фабриках. И отзываются так же просто. Вопрос номер 6. Советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством диктатуры пролетариата и отмирания социалистической демократии как высшей и последней формы демократии. Советы как органы, созданные пролетариатом, безусловно, делают все для расширения участия трудящихся в управлении государством и установления полной диктатуры пролетариата. Во-первых, это надо доказывать, почему Советы, как орган, созданный пролетариатом, делает все для расширения участия трудящихся в управлении государством. Это надо доказывать. Это первое. Второе. Что такое установление полной диктатуры пролетариата? Есть какая-то неполная диктатура пролетариата, по-вашему? Непонятно. И так как при этом охватывается вся дееспособная часть населения государства, то это и есть высшая форма демократии. А в связи с тем, что советская власть ведет государство к коммунизму, при котором вся классовость отмирает, эта форма демократии является последней. Эта форма демократии является последней не по этому, а по другим причинам. Но мы это обсудим позже. А здесь меня интересует вопрос в том, что советская власть ведет государство к коммунизму. Не ведет оно к коммунизму. Потому что когда советская власть установлена, она ведет к коммунизму только в переходный период. А когда переходный период закончился построением социализма, то есть коммунизма в первой фазе, то к коммунизму советская власть уже и пришла. То есть получается что? Она ведь довела до коммунизма, а потом она должна что? Исчезнуть? Или как подразумевается? К коммунизму, при котором вся классовость отмирает. А что такое отмирание классовости? Есть классовые различия, которые преодолеваются при развитии социализма на своей собственной основе. И развитие не в коммунизм, потому что социализм это и есть коммунизм, а развитие в полный коммунизм. Поэтому здесь вы крайне не точно относитесь к тем категориям, которые пытаетесь использовать. Сергей Владимирович Беляев, социалистической... Вы там говорите, сразу пишите про форму разновидности. Помните, что категории нету? Защиты у Ленина. Демократия есть форма государства, одна из его разновидностей. И следовательно, она представляет из себя, как и всякое государство, организованное систематическое применение насилия людям. Вот Ленин говорит про разновидность. Ну, Ленин, он в качестве пояснения этого, они в скобочках указывают, что это одно и то же. У вас, получается, вы написали форма в скобочках разновидность. Я должен понимать, что форма и разновидность это прямо одно и то же. Нет, это не так. Ленин просто поясняет, одна из его разновидностей. Он не отождествляет форму и разновидность в данном случае. Так, социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Значит, мы обсуждаем ответ Сергея Владимировича Беляева. Социалистическая демократия, советская власть, форма социалистического государства, через которую проявляет себя диктатура пролетариата для построения полного коммунизма. Через которую проявляет себя диктатура пролетариата. Действительно, диктатура пролетариата как сущность проявляет себя через форму. Это вы правильно заметили. Но для построения полного коммунизма. В том смысле, что это конечная цель советской власти. Но все-таки советская власть решает разные цели. Она решает цели, которые есть в переходном периоде и есть уже когда построен социализм. При построенном социализме цель советской власти – это построение полного коммунизма. Действительно, тут правильно. Социалистическое государство как полугосударство. После социалистической революции паролетариат завоевывает государственную власть, создает новый государственный аппарат, уничтожает диктатуру буржуазии, подавляет все действия, противоположные интересам рабочего класса. Завоевывает государственную власть, создает новый государственный аппарат. Тут надо сказать, что государственный аппарат, как советы, они создаются до социалистической революции. И это исторически так сложилось. Уничтожает диктатуру буржуазии, подавляет все действия, противоположные интересам рабочего класса. И здесь не совсем верно. Не все действия, противоположные интересам рабочего класса, подавляются. Есть действия, которые в переходный период противоположны интересам рабочего класса. Например, когда предприятия становятся государственными, они еще действуют по капиталистическому, по буржуазному. Как вступают в товарные отношения с другими предприятиями. И это как бы еще действия, противоположные интересам рабочего класса. Но на данном конкретном этапе диктатура пролетариата не подавляет данные действия. Поэтому она не сразу же начинает, эта диктатура, подавлять все действия, противоположные интересам рабочего класса. Просто у диктатуры пролетариата, у молодого советского государства нет на это сил и возможностей сразу же этим заниматься. Это такой процесс, достаточно долгий, возможно. Вот в Китайской Народной Республике этот процесс длится уже достаточно давно. И сколько он еще продлится, неизвестно. И в общем-то там есть действия, противоположные интересам рабочего класса, которые не то чтобы очень сильно подавляются диктатурой пролетариата и Компартии в Китае. Но, как я сказал, в переходный период такое возможно. Олег Владимирович Берг. Сущность всякого государства – диктатура правящего класса. В социалистическом государстве проводится диктатура пролетариата. Что значит проводится диктатура пролетариата? Если мы говорим о социалистическом государстве, его сущность – диктатура пролетариата. Она не проводится никаким образом. Она обеспечивается при помощи советской власти. Так можно говорить. Диктатура пролетариата выражается в подавлении любых действий против интересов рабочего класса и осуществляется до полного уничтожения классов. Но вот опять, не всегда и не любых. Диктатура пролетариата – власть большинства над меньшинством, поддерживаемая законами, принятыми большинством. Вот здесь опять вы говорите о власти большинства над меньшинством. Это неправильно. Это власть рабочего класса. Рабочий класс в переходный период. И даже при социализме, и даже когда уже вот-вот должен быть построен полный коммунизм, большинством не является. Не является большинством. Поэтому говорить надо о том, что это власть в интересах большинства трудящихся. Вот это будет правильно. Ну и опять же, таким большинством принимается закон, законы советские. Советские законы, на самом деле, такая достаточно сложная система в их принятии. Во-первых, есть советы, то есть выборы по заводам и фабрикам. И советы, съезд советов определяет законы, которым будут подчиняться трудящиеся и другие слои населения при советской власти. Да, но то, что они обеспечивают интересы большинства, характеризуется, ну или это обеспечение интересов большинства заключается в различных моментах. Например, в том моменте, что существует партия рабочего класса, да, которая через своих представителей влияет на те законы, которые советами избирают, которые советами принимаются. То есть здесь достаточно сложная система. Вот просто если забыть о наличии партии рабочего класса, то есть коммунистической партии, то есть вот советы, как бы, они избираются, да, и там производится какое-то законотворчество. Ни к чему хорошему это не приведет. Должна быть партия рабочего класса, которая должна направлять, определять и возглавлять движение, которое обеспечивается уже рабочим классом. И обеспечивает, которое обеспечивает диктатуру пролетариата. Так. Социалистическая демократия подлинная, подлинная полновластия трудящегося народа. Полновластия трудящегося народа, ну хорошо. Выражает и защищает интересы народа. Так. Провозглашает права народа и гарантирует их реальное осуществление. Обеспечивает свободу личности. Вы так хорошо, вот мне нравилось все до этого момента, в этом предложении. До того момента, как вы начали говорить о свободе личности. Что такое свобода личности? Вот надо сказать, что известную свободу личности обеспечивает вполне себе буржуазная демократия. И лозунг буржуазной демократии – свобода, равенство и братство. Вот тот лозунг, который вполне себе вам свободу личности обеспечивают. Вы можете заниматься тем, что вам хочется при буржуазной демократии. Буржуазная демократия вам эту свободу личности обеспечивает. Но эта свобода ограничена тем, как известно в известном высказывании, каждый имеет право есть золотого блюдца, если оно у него есть. Вы свободны, так сказать, выйти, сесть на свой пароход, свою яхту, покататься по морю, зайти на свою виллу, так сказать, покушать в своем ресторане, если у вас все это есть. Если у вас этого нет, тут некие проблемы начинаются. По крайней мере, при диктатуре буржуазии. Так, советы, форма диктатуры пролетариата. Советская демократия властью большинства по мере развития социализма общественного самоуправления отмирает деление на классы по мере развития социализма общественного самоуправления. Нет, не по мере развития социализма общественного самоуправления. Так социализм или общественного самоуправления? На самом деле отмирает не деление на классы, а классовые различия они не отмирают. Потому что отмирает, это как будто бы само что-то происходит. Они преодолеваются, классовые различия. И задача в том числе диктатуры пролетариата и задача советской власти помочь эти различия преодолеть. И это основная задача, собственно говоря, при социализме. Вот вы пишите, при социализме ликвидированы антагонистические классы, но деление на классы еще остается. Остаются классовые различия, а деление на классы не остается. Отмирание классов и есть отмирание государства. Нет стирания преодоления классовых различий. Есть путь к отмиранию, и опять же не отмиранию, а скорее засыпанию государства. То есть оно засыпает, оно не отмирает как вот само, что-то само, как что-то ненужное. Трудящиеся все больше участвуют в управлении государством, и необходимость государства отпадает. Это какое-то противоречивое утверждение. То есть трудящиеся все больше и больше участвуют в управлении государства, и тут же необходимость государства отпадает. Нет, она не поэтому отпадает. Отпадает она потому, что преодолеваются классовые различия. И поскольку, когда они полностью преодолены, тогда отпадает необходимость в государстве, которое обеспечивает преодоление этих еще не преодоленных классовых различий. Екатерина Владимировна Богатырева. Ответ на вопрос номер 6. Советы, основа советской демократии – это форма диктатуры пролетариата. Советы – это форма диктатуры пролетариата. Основа советской демократии – это форма диктатуры пролетариата. Так неправильно было бы сказать. Советская демократия – это власть большинства. Опять же, советская демократия – это не власть большинства. Откуда вы взяли? Это власть в интересах большинства. Советская демократия – это все равно по-прежнему власть рабочего класса. Через советы управлять государством может все большее количество людей, а значит специально подготовленные люди для управления государством становятся ненужны. Неправильно. При помощи советов все большее число людей вовлекается в управление государством. Но при этом они подготавливаются для управления государством. Как Ленин говорил про кухарку, которая может управлять государством, он говорил, что мы понимаем, что любая кухарка конкретно в данный момент не может управлять государством. Потому что для того, чтобы она начала управлять государством, ее надо подготовить для этого. А вы говорите, что не нужны подготовленные люди для управления государством. Как все люди вовлекаются, большое число людей вовлекаются, и они подготавливаются для этого управления. А как это получается, что они вовлекаются, и они не готовы к этому управлению? Как-то странно. Цель Советов, как органов советской демократии, уничтожение классов. Классы уничтожены при построении социализма, но не полностью. Полное уничтожение классов или полное преодоление классовых различий. Чем дальше идет уничтожение классов, тем быстрее. Что значит, чем дальше идет уничтожение классов? Как это уничтожение классов идет дальше, и дальше, и дальше? Что это значит? Тем быстрее отмирает... Не диалектическая такая формулировка, тем быстрее отмирает государство. То есть у вас дальше идет уничтожение классов, и тут же увеличивается скорость отмирания государства. То есть у государства есть какая-то скорость отмирания, по всей видимости. Неправильно. Как инструмент насилия в руках правящего класса и соответственно отмирает социалистическая демократия. Отмирает в итоге. Иван Иванович Васильев. Третий вопрос. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии. Форма классового господства буржуазии – диктатура буржуазии. Как это форма классового господства буржуазии? Диктатура буржуазии – это сущность государства. А форма классового господства буржуазии – это буржуазная демократия или фашизм. Так, провозглашающая права личности и демократические свободы только лишь на словах. Личности и демократические свободы только лишь на словах. Почему только на словах? Юридически вы свободны, и права личности у вас не только на словах, а юридически есть права. Экономически у вас нет тех прав, которые вам даются буржуазной демократии, а так-то права личности, пожалуйста, демократические свободы, пожалуйста, ходите с плакатиком, вас в целом никто трогать не будет. Да, на деле же характеризующиеся противоречия между формальным политическим равенством и фактическим социально-экономическим неравенством граждан, эксплуатацией и угнетением народа. Да, что такое угнетение народа, совершенно непонятно. Эксплуатация – это основная категория, которую надо использовать. И не народа, а трудящихся. Эксплуатация и трудящихся. Все-таки не весь народ эксплуатируется. А эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда. В этом смысле мы понимаем эксплуатацию. В политэкономическом смысле. Четвертый вопрос. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата, в скобочках, социалистическая демократия. То есть, вы это же действительно диктатура пролетариата и социалистическую демократию, как я понимаю. В марксистской теории это наиболее демократичная из всех существующих форм политической власти. Что значит марксистская теория? То есть, вы считаете, вы, так сказать, с вершины, с высоты своего полета говорите о марксистской теории. То есть, есть марксистская теория, есть какая-то другая теория, где диктатура пролетариата – это что-то другое. Я думаю, что это неправильный подход. Потому что мы говорим об истине вообще, а не говорим об истине в марксистском смысле. Мы говорим здесь об истине. И поэтому говорить нельзя говорить, что это в марксистской теории. Это наиболее демократичная из всех существующих форм политической власти. Это вообще наиболее демократичная из всех форм существующих политической власти. Основанная на самоуправлении советов. Что такое самоуправление советов? Состоящих из избираемых рабочими делегатов или депутатов, это правильно, которые подконтрольны рабочим. Вот подконтрольны они не только рабочим на самом деле, а подконтрольны они всем трудящимся. Потому что если избрание идет по заводам и фабрикам, все-таки на заводах и фабриках не только рабочие. Там есть всякие трудящиеся. Поэтому тут как бы они подконтрольны, конечно, рабочему классу через форму вот эту, через советскую демократию. Но конкретно на заводах и фабриках они подконтрольны трудящимся, а не только рабочим. Сергей Викторович Воробьев. Пятый вопрос. В ходе строительства социализма в социалистическом государстве подавляются эксплуататорские классы. Хорошо. Общество становится без класса. Мы здесь ведем речь про переходный период. Но деление на классы еще не полностью уничтожено. Как это не полностью уничтожено? При социализме оно не полностью уничтожено? или в ходе строительства социализма. То есть здесь надо разделить, мы говорим о переходном периоде, когда деление на классы еще имеет место быть, и классы есть налицо. А безклассовое общество появляется только при социализме. И теперь вы пишете дальше, поскольку в социалистическом государстве отсутствуют классы, вы путаете социалистическое государство и государство, в котором построен социализм. Явно это из вашего ответа следует. Социалистическое государство – это то государство, в котором произошла пролетарская социалистическая революция. Установлена диктатура пролетариата. Таких государств на данный момент достаточно много. Китай, Лаос, КНР и некоторые другие. Но построен социализм не во всех социалистических государств. Построен социализм, сейчас на данный момент только в одном социалистическом государстве – в КНР. В КНР, извините. Да, в Корейской народно-демократической республике. Поэтому, если мы говорим о том, что в социалистическом государстве отсутствуют классы, это неправильно. Потому что в социалистическом государстве классы присутствуют в переходный период. Юрий Викторович Гореликов. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии. Буржуазная демократия – это диктатура буржуазии, которую она осуществляет при помощи такого инструмента, как буржуазное государство, которое имеет множество инструментов. Благодаря которым, в общем, у вас этот инструмент имеет множество инструментов. Вы тут запутались в инструментах. Четвертый вопрос. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Социалистическая демократия – это диктатура пролетариата. Нет. Социалистическая демократия – это не диктатура пролетариата. Социалистическая демократия – это форма государственной Государственной власти, сущность которой является диктатура пролетариата. Владимир Зимин. Зимин, извините, тут товарищу даже, по-моему, подчеркнули. Зимин. А, нет, Зимин. Зимин. Да, Зимин. Так. Второй вопрос. Товарищ пишет. Социализм – это коммунизм неразвитый, то есть бесклассовое общество. При развитом коммунизме государство исчезает. Так, социализм – это коммунизм. Ну, да, можно так говорить. Я не знаю, что мне здесь не понравилось, честно сказать. Ну, что-то. Нет, вроде так нормально. То есть бесклассовое общество. Неразвитый коммунизм, неполный неразвитый коммунизм, бесклассовое общество. Можно так говорить. Так, однако в то же самое время диктатура пролетариата состоит в воспитании сознательных людей все более участвующих в самоуправлении обществом с помощью полугосударства. Так, давайте вернемся. Значит, вы пишете, что диктатура пролетариата, как борьба против силы традиций старого общества, нуждается в аппарате насилия. Полугосударстве. Так, а почему полугосударство-то у нас, а не государство в полном смысле? Здесь вот этот вопрос как раз надо было и раскрыть. Однако в то же самое время диктатура пролетариата состоит в воспитании сознательных людей все более участвующих в самоуправлении обществом с помощью полугосударства. Ну, это все правильно. Эти люди воспитываются, но воспитываются они вообще говоря не самим. Сознательность их воспитывается не только при помощи государства, то есть принуждением, силой. А она, эта сознательность, воспитывается самим производством социалистическим, как ни странно. Мы об этом много раз говорили, что нового человека, социалистического человека, невозможно построить в условиях капитализма. Невозможно вырастить в условиях капитализма. Почему? Потому что, и как бы мы это вот не обеспечивали, мы будем над этими людьми там все время им что-то рассказывать, все время их направлять на путь истинный, и все равно социалистического в полном смысле человека воспитать не получится. Потому что в воспитании человека активно участвует общественное бытие в том числе. Если общественное бытие у вас капиталистическое, то, в общем, этот отпечаток на человека будет присутствовать. Поэтому в большом количестве вы там людей со социалистическим сознанием не воспитаете. А вот при социализме как раз воспитание происходит в том смысле, что производство является социалистическим. Так, все более участвующих в самоуправлении обществом. Почему участвующих в самоуправлении обществом? Они участвуют в... Самоуправление организуется, конечно, каким-то способом, но советы это не самоуправление обществом. Так, ну что, сделаем перерыв? Да. Перерыв. Перерыв. Какие-нибудь есть оценки долгожительства руководства Центробанка, этой креатуры Янки? Вы можете за оценками долгожительства обратиться, не знаю, там, к астрологам, к магам. Каким образом я вам оценки долгожительства дам? Добавляйте, что в российских позитиях. В российское современное лето. Вы понимаете, что долгожительство этих представителей, сегодняшних представителей Центробанка зависит от очень многих тактических вещей. И от очень многих вещей, которых... От очень большого объема информации, которой в открытом доступе просто нету. Им владают, там, представители буржуазии в высоких эшелонах власти. Если бы они все, так, всю эту информацию раскрыли перед нами, то, конечно, мы могли бы что-то говорить. А так, ну, нет у нас никакой информации по этому поводу. Может, Набиуллина завтра сбежит в США, а может быть, и не сбежит. Так что... Чубайс сбежал. Ну вот, Чубайс сбежал. Вы предсказали побег Чубайса, я надеюсь, или как? Да. Вы предсказали побег Чубайса за день до этого события, или нет? Я... С марксистских позиций-то все-таки... Обязательно. Обязательно, да. Но вот если, как бы, вы найдете того, кто предсказал побег Чубайса с марксистской позиций за день, то... Да, мы этого человека можем смело считать не марксистом. Потому что даже конкретное... Конкретное... Конкретное время, там, революционных событий, революционных преобразований с марксистской позиций предсказать вот конкретные, там, даты, невозможно. И Леин нам об этом сообщал. Леин, который в этом... Еще в декабре 16-го года, в декабре, то есть перед февральской революцией, вот-вот наступит февральская революция, говорил, что... Ну, мы-то уж, наверное, до революции не доживем. Но вот наше следующее поколение, скорее всего, революцию увидит. Через два месяца случилась революция. Вот вам и марксистские... То есть точное предсказание. Общественные процессы, их предсказывать точно достаточно сложно. Можно указать на динамику, на какие события, на что влияют, но называть там дни, даты какие-то, что случится в день X, это кастролы. Они точно предсказывают все. У них все получается. Ну что же, выходит большую часть гражданского сектора, то есть сверхвысокий учетный процент губит. Да, высокая ставка уничтожает сейчас наше производство. По-прежнему уничтожает производство, высокая ставка. Потому что сейчас ее там отпустили, по-моему, до 17%, а на 20% была. Ну и считайте, что если там этот коммерческий банк накинет... Ну, сейчас раньше-то они были поскромнее. Это трешник, по-моему, или там 5% накидывали, а сейчас-то неопределенность. Волнуются граждане. Поэтому десятку, наверное, смело накидывают, а то и больше. По 30% берите кредит. Соответственно, ну, это продавцы наркотиков, оружия, торговли людьми. Вот это, наверное, будет окупаться вполне с такими ставками. То есть для этих секторов все сделано, чтобы они брали кредиты и развивали свое производство. Все остальное производство, естественно, будет умирать, загибаться. И хотя вот буржуазные экономисты, вот Хайзин в том числе регулярно твердит им, что о том, что надо хотя бы... Ну, можно держать эту ставку там для физических лиц, для кредитов физических лиц, но тем, кто занимается реальным производством, нужно давать деньги фактически за бесплатно, за какой-то очень малый процент. Там вопрос в том, что если этих механизмов нет, контроля, то сразу же товарищи банкиры, которые могут получать по низкой ставке в Центробанке, сразу же несут эти деньги на биржу, перевозят в доллары, скупают акции, начинают спекуляцию на бирже и, в общем, развлекаются тем, чем они заниматься очень хорошо умеют. С производством у них никак совсем пока, а вот это они делать хорошо умеют. Можем вопрос? Да. Ну, так, два слова. Вот основные отличия государства Китая и КНД, то, что вы сказали, что в КНД социализм есть, в Китае, получается, нет. Да. Какие основные вот эти... В Китае имеет место переходный период. Переходный период от капитализма к социализму отличается от социализма наличием многоукладности в экономике. Наличие чего? Многоукладности в экономике. То есть в экономике существует несколько параллельно развивающихся укладов. Первый уклад – это социалистический уклад. То есть это предприятия, которые включены в социалистическое планирование и подчинены государству. То есть это общественная собственность в форме государственной собственности. Вторая – это, по крайней мере, в Китае сейчас то, что точно наличит. Это крупный капиталистический сектор. То есть тот сектор, в котором действуют законы капиталистического производства. Товар производится для обмена, все как надо. Ну и там крупные монополии в этом секторе господствуют. И есть сектор мелких хозяйчиков, работающих на рынок. То есть там есть тоже олигархи? Есть, да, конечно. Они вот относятся к сектору капиталистическому. И эти сектора – это вот и есть та самая многоукладность. И переход от окончания переходного периода в ту или иную сторону. Окончание переходного периода может закончиться тем, что вернется капитализм опять. Капиталистический сектор победит. Задушат сектор социалистический. Партия переродится. Пожалуйста, капитализм вам опять налицо. И этот переходный период закончился. Ну вот в переходном периоде есть две тенденции. Это становление. В становлении есть два противоположных движения. Одно движение обратно в капитализм. Другое движение вперед в социализм. Если побеждает социалистический сектор, он побеждает чисто экономическими методами. То есть там, где планирование, там, где крупное производство на основе плана, оно должно в конечном итоге так или иначе теми или иными способами. Опять же, у Китая, так сказать, у него собственный путь. У него, значит, должно, ну, как бы, имеет, по крайней мере, объективное основание для того, чтобы победить и перейти, чтобы победил этот социалистический сектор, победил чисто экономическими методами и просто задушил этот капиталистический метод, уничтожил прямо экономическими методами. И тогда, вот, будет, если социалистический сектор будет решающим в экономике, тогда это означает, что построен социализм. И в КНДР именно это уже и произошло. Там весь, все производство является социалистическим. Ну, как, да, достаточно давно. Я тут, я точную, точную дату перехода к построению социализма не смогу назвать, но достаточно давно, да. Там, как такового, капиталистического сектора нет. Там нет капиталистических предприятий. Свободного капитала там нет. А там плановая экономика? Там плановая экономика, конечно, да. Там экономика, которая подчинена плану, и общественная собственность также реализуется в форме государственной собственности. Поскольку государство является государственной диктатурой пролетариата, государственная собственность является формой общественной собственности. Только в этом случае. Потому что оно подчинено через диктатуру пролетариата реализацию и цели социалистического производства, обеспечения полного благосостояния и свободного состояния развития всех членов общества. В общем, если мы посмотрим на картинки, которые я регулярно вижу, достоверной информации о КНДР нет. Но если посмотреть на фотографии городов КНДР, это какой-то просто космос по сравнению с тем гадюшником, который мы видим у нас в центре города даже. Эти бесконечные вывески какие-то, жуть какая-то творится просто на улицах города. Там все чисто, нет этих свечений бесконечных, все отлично видно, как там дома построены хорошо. В общем, выглядят корейские города значительно лучше, чем города российские в текущий момент. Даже если мы говорим про центры самых развитых наших городов. Мы говорили, что когда, что такое национализация, вот в смысле, когда, ну в том смысле, которое понимается в марксизме. Когда есть государственная диктатура пролетариата, да, произошла социалистическая вывеска, и общественная собственность реализуется через государственную собственность. Тогда национализация это процесс передачи или подчинения частного предприятия государству. И таким образом государство делает это предприятие государственной собственностью, которая является формой общественной собственности. Теперь то, что данные товарищи, с чем данные товарищи ходят, они ходят с тем же самым, что надо сделать предприятие государственным. Ну, я так подозреваю, хотя детали мне неизвестны. А если государство не является государством диктатура пролетариата, а является государством буржуазом, это значит, что это просто другая, опять же, это частная собственность просто в другой форме, в государственной форме. Это не является общественной собственностью. А можно говорить о том, что иногда подчинение государственной, ну, как бы изменение формы собственности, то есть это снова частная собственность, но государственная собственность, чем это может быть лучше, чем частная собственность другого места или другого государства. В том смысле, что, ну, например, иногда производство уничтожается, если оно подчинено, там, американским компаниям, да, например, мы это знаем, вот, завод имени Лоскова в Сестровеске. Он фактически уничтожил, там, американский владелец, он его уничтожал, и это он делает, то есть это делалось сознательно. И в этом смысле национализация, она является прогрессивной, но это не национализация, а в смысле социалистическом каком-то. Продолжаем, дорогие товарищи. Так. Владимирцев Иван Андреевич. Первый вопрос. Власть народа, обладающего равными правами и свободами, как в политической, так и экономической жизни, этот товарищ говорит о демократии как в форме государства. Но это непонятно. Вопрос стоит только в том, кого считать народом. По факту это ничто иное, как власть одного господствующего класса. Ну, по факту это ничто иное, как форма господства одного класса. Форма. Так. Второй вопрос. В данном вопросе народом называется класс рабовладельцев, обладающих неограниченной, в скобочках диктатурой, законом власть над рабами. А рабы народом не называются. Они не только не называются, они вообще людьми не считаются. Ирина Валентиновна Иванченко. Вопрос номер четыре. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Ответ. Диктатура, власть неограниченная никакими законами. Правильно. Любое государство из диктатуры правящего класса. Правильно. Организационная форма диктатуры пролетариата – это советы. Правильно. Советы принимают решения путем большинства голосов рабочих. Таким образом, руководство полугосударством осуществляется пролетариатом. Что это значит? Советы не принимают решения путем большинства голосов рабочих. Советы – это избираемые органы, которые избираются строго определенным образом. И что значит большинство голосов рабочих в Советах принимают решения, не ясно. Кстати, в Советы могут попадать не только рабочие. Главное, чтобы эти нерабочие были избраны от рабочих коллективов. То есть они представляли какой-то рабочий коллектив. Поэтому непонятно, что значит Советы принимают решения путем большинства голосов о нерабочих. Это неправильно. Эдуард Иванович Казаков. Демократия представляет собой форму, разновидность государства. Вот тоже, товарищ, считает, что форма и разновидность это одно и то же. Государство пишет с большой буквы почему-то. В каком смысле? Вы на что намекаете? Нет, дважды, товарищ, повторю. Государство везде пишет с большой буквы. Что это значит? Вот как-то непонятно. Не как-то обожествляете ли вы эту категорию? Так, и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством. А чаще всего форма правления хорошо организованного меньшинства. В большей или меньшей степени подконтрольного народу. Что значит в большей или меньшей степени подконтрольного народу? Как-то это очень идеалая формулировка. Демократия, управление государством, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса и его существующей стадии. Вы списали это с какого-то учебника. Очень плохого. Сейчас, одну секундочку. Так, идем дальше. Второй вопрос. Принцип демократии. Народу все, рабам ничего. Это про раболовеческую демократию. Что-то я не знаю, не слышал такого принципа. И демократию, кстати, вы тоже пишете с большой буквы. Непонятно почему. Сергей Викторович Кожухов. Четвертый вопрос. Диктатура рабочего класса как социалистическая демократия подразумевает привлечение максимально широких народных масс к управлению по сравнению с любой другой демократией, буржуазной и так далее. Является подлинной властью большинства. Эта диктатура нужна для борьбы с контрреволюцией. Сплочению масс и их воспитанию в духе коммунистического мышления до полной победы коммунизма. Ну вот вы как-то сузили задачи диктатуры рабочего класса, диктатуры пролетариата только до борьбы с контрреволюцией и сплочения масс. То есть что, две задачи у диктатуры пролетариата? Нет. У диктатуры пролетариата задача как раз преодоления всех классовых различий на пути к полному коммунизму. Пятый вопрос. Социалистическое государство наряду со всеми государственными институтами управляется непосредственно народом и является переходной формой к полному отбиранию государства. Значит, непосредственно народом социалистическое государство не управляется непосредственно, когда вот все, весь народ каким-то образом принимает решения. Это прямая демократия, та чушь, которую нам пытаются сейчас некоторые так называемые левые граждане рассказать, что они прямую демократию через голосование в интернете пытаются обеспечить. Социалистическое государство и советы как форма диктатуры пролетариата, они, это избираемые органы, представительные органы, они непосредственно управляются народом. Это неправильно. Является переходной формой к полному отбиранию государства. То есть получается у вас какая-то переходная форма от государства к полному его отбиранию. Что это значит? Надо раскрывать. Так вообще плохо говорить про переходную форму. Потому что переходная форма это как-то связано с переходным периодом. То есть если это переходная форма, значит есть какое-то становление и так далее. Тут не надо так говорить. Или по крайней мере надо аккуратнее говорить. Как субъекта насилия и диктатуры определенного класса. Исчезает полностью, когда стираются все различия между классами. Это вы правильно скажете. Так. Следующий ответ. К сожалению, я не писал кто это. Поэтому не буду рассматривать. Алексей Александрович Копытков. При рабовладельческой демократии наибольшим демократом является владелец наибольшего числа рабов. Соответственно и диктатура такого демократа является доминирующей. Это неправильно абсолютно. Диктатуру сводить к конкретным личностям вообще при рабовладении, при буржуазной демократии категорически неправильно. Потому что речь всегда идет о диктатуре класса как такового. А отдельный рабовладелец или отдельный буржуа, это всего лишь, если мы говорим про отдельного буржуа, это персонифицированный капитал. Не более того. Поэтому нельзя сказать, при рабовладении нельзя говорить, что наибольшим демократом является владелец наибольшего числа рабов. Неправильно это. Может быть, его влияние при голосовании каким-то образом является наибольшим. Но он от этого не является наибольшим демократом. И диктатура его от этого не становится диктатурой, доминирующей этого конкретного рабовладельца. Диктатура остается диктатурой класса. Всегда класса. В политике, в общественной жизни, в политэкономии мы не сводим все к конкретным личностям. Вообще нельзя все свести к конкретным личностям. Потому что тогда это будет политология, еще что-то. Не политическая экономия. Нельзя сводить все к конкретным личностям. Мы говорим о классах, о классовых интересах, о диктатуре класса, об государстве, которое является диктатурой конкретного класса. А не о конкретных представителях данного класса. Социалистическое государство, как полугосударство, так как несет временный характер, поскольку служит переходным этапом от буржуазного государства к бесклассному коммунистическому обществу. Нет. Социалистическое государство не является от этого полугосударством. От того, что оно как будто носит временный характер, должно отмереть. И оно между буржуазным обществом и полным коммунизмом лежит. Это неправильно. Не в этом заключается механика. Социалистическое государство является полугосударством, потому что, как мы говорим, государство – это аппарат насилия господствующего класса, который применяется к классу эксплуатируемому. Вот для социалистического государства это уже неверно. Неверно в полном смысле. Поскольку это верно на переходный период, но когда построен социализм, уже никакого эксплуататорского класса нет. Есть только господствующий класс, который вообще-то до сих пор является, он занимает в экономической жизни общества самое угнетенное положение. То есть худшее положение его по-прежнему, самое худшее в условиях социализма. И вот преодоление, из-за того, что остаются классовые различия, и преодоление этих классовых различий является задачей государства. И в этом смысле социалистическое государство является полугосударством, поскольку при нем нет эксплуатированного класса. Извините, нет подавления класса эксплуататорского, который подавляет класс эксплуатированный. Вот этого момента нет в социалистическом государстве. В этом смысле полугосударство. Алексей Владимирович Коршенинников. На первой фазе коммунистического общества нельзя сразу перейти к полному социальному равенству. И никто не собирается переходить к полному социальному равенству, потому что социальное равенство – это категория буржуазная, это категорию, которую вы можете найти в Трудовом кодексе Российской Федерации, сегодняшнем, в буржуазном кодексе. Там про социальное равенство и про социальное партнерство песни поют. А нет тут никакого социального равенства, категории социального равенства при социализме. Есть категория классовые различия, которые преодолеваются. Полному уничтожению классов и распределению потребностям из объективно сложившихся производительных сил. Поэтому на первой фазе коммунизма необходима диктатура пролетариата через социалистическое государство для окончательного уничтожения классов, исчезновения разделения труда и участия трудящихся в управлении государством через советы. Не исчезнет разделение труда при социализме. Почему оно должно исчезнуть? Разделение труда – это когда определенные граждане и определенные лица заняты определенными сферами производства. Вот в чем заключается разделение труда. Почему оно вообще не должно быть преодолено? Вот есть различия между людьми умственного и людьми физического труда, которые должны преодолеваться при социализме. А вот исчезновение разделения труда, если разделение труда исчезнет каким-то образом, это значит, что все мы будем отброшены далеко назад, чуть ли не в первобытный общинный коммунизм. Когда все могут делать все. И нет человека, который занимается конкретно данным видом деятельности, который сконцентрирован на нем. В этом смысле разделение труда не исчезает при социализме. Нет людей, которые перекладывают свою долю производительного труда на плечи других. Вот это да. Но это другая формулировка. Ирина Сергеевна Олитвинцева. Буржуазная демократия – это скрытая форма буржуазной диктатуры. Что значит скрытая форма? Почему она скрытая? Это вот посмотрите на улицу. Буржуазная демократия у нас. Никто не скрывает это. В буржуазном обществе могут быть две формы власти. Демократия и фашизм. Демократия – это власть крупного капитала. То есть, меньшинство общества, а идеология является идеологией большинства. Значит, первое. Почему демократия – это власть крупного капитала? Обязательно. Демократия – это еще раз. Мы говорили, демократия – это форма государства, диктатуры буржуазии. При этом буржуазия может господствовать в виде крупного капитала, в условиях капитализма свободной конкуренции крупного капитала еще нету, и все равно буржуазная демократия вполне может иметь место быть. Поэтому нельзя сводить демократию только к крупному капиталу. Это вы рассматриваете последний период, период империализма, когда господствуют монополии и крупный капитал. Но этим периодом не ограничивается капитализм. Дальше. То есть, меньшинство – общество. А идеология является идеологией большинства. Здравствуйте, приплыли. С какой стати? Как раз идеология – это всегда идеология господствующего класса. И господствующий класс навязывает свою идеологию всеми способами. Поэтому идеология большинства, в смысле идеология является идеологией большинства. Ну, в общем, вы, видимо, хотели сказать, что большинство принимает идеологию господствующего класса. Ну, тогда да. То есть, в общественном поле доминирует идеология господствующего класса. И в этом смысле ее большинство принимают. Но она не является идеологией большинства. Потому что очевидно, что истинной идеологией для рабочего класса являются небуржуазные идеологии. Так, идем дальше. Александр Васильевич Лукавенков. В классовом обществе демократия невозможна. Вот нам Таревич пишет. Почему невозможно? Понять нельзя. Демократия может быть в классовом обществе и в бесклассовом обществе. Примеры мы сегодня уже разбирали. В социалистической демократии есть подлинная демократия, так как представляет собой диктатуру трудящегося большинства. В скобочках народа. Ни в коем случае нельзя говорить о социалистической демократии как о диктатуре народа или о диктатуре большинства. Нету никакой диктатуры большинства, нету никакой диктатуры народа. Есть диктатура пролетариата или диктатура рабочего класса. И она именно обеспечивается. Потому что основным интересом, который должен обеспечиваться при диктатуре пролетариата, это не интерес народа, а экономический интерес рабочего класса. И вот это ключевой интерес, потому что нету какого-то обобщенного интереса народа. Вот экономические интересы рабочего класса выражают интересы коренные всего общества, так можно говорить. Но если мы говорим о интересах всего народа, то нету как таковых интересов всего народа. Юрий Георгиевич Маневский. Демократия как форма государства. То есть демократия есть власть господствующего класса в противовес форме единоличного правления. Например, монархии. В демократии есть форма господствующего класса в противовес форме единоличного правления. Непонятно, почему вы здесь сравниваете демократию и монархию. И то, и то, и то, и другое форма государства. Форма господства соответствующего класса. Пятый вопрос. После уничтожения класса в отделении классы формально уничтожены. Что значит формально уничтожены? А не формально они не уничтожены, что ли? И государство кажется, что должно упраздниться. Но. Но. А. Общественное сознание изменяется гораздо медленнее и возможна реакция. Это А. А. Б. Капиталистический строй в других странах. Также есть внешне критический фактор. То есть вы сводите к тому, что диктатура пролетариата на период социализма имеет место быть только из-за того, что какое-то неправильное общественное сознание и внешний капиталистический фактор. К этому нельзя сводить необходимость наличия диктатуры пролетариата при социализме. Как мы об этом много раз говорили, диктатура пролетариата при социализме призвана бороться за уничтожение всех классовых различий. И это ее основное содержание. Да, конечно, она должна защищать, в том числе защищать социалистическое общество от внешнего капиталистического воздействия. Поэтому государство, хоть и без классов, то самое пологосударство необходимо. Не то самое пологосударство, оно является не потому, что... А, вот... Поэтому государство, хоть и без классов... Нельзя говорить, что это государство просто без классов. Это без классов с остатками классовых различий. Денис Петров. Коммунистическое общество – это социализм в том числе. Социализм – это бесклассовое общество с непреодоленными классовыми различиями. Это первое. Второе. Еще раз. Мы говорили, что пологосударство социалистическое – оно не потому, что оно находится между капитализмом и полным коммунизмом. Не просто по положению. А в том, что там есть специфика своя в этом государстве. Там нет эксплуатируемого класса, который подавляет класс эксплуатируемый. Юлия Павловна Сухарева. Шестой вопрос. Диктатура претриата, диктатура класса, который выражает коренные интересы всех трудящихся. И который беспощадно преследует всякого рода попытки эксплуатировать чужой труд. Здесь у вас как раз сбились с точных определений и категорий. Что значит эксплуатировать чужой труд? Это получается масло масляное. Потому что эксплуатация как таковая, по определению эксплуатации, это присвоение чужого неоплаченного труда. Если мы это раскроем, то попытки присвоения чужого неоплаченного труда, чужого труда получается. Не надо к эксплуатации присоединять чужой труд. Эксплуатация сама в себе содержит уже этот чужой труд, который неоплачен. Советская демократия – власть большинства. Но не власть, это большинства. Социалистическое государство является полугосударством, поскольку власть в нем принадлежит народному большинству, рабочему классу. То есть я не спорю, что власть в нем принадлежит рабочему классу, но он не является рабочим классом народным большинством. И вы потом говорите, что отмирают государства, отмирают демократия как форму государства, остаются советы как форму общественного самоуправления. Не сложно тут сказать. Может быть и останутся советы как форму общественного самоуправления, а может быть она как-то преобразуется. Это будет какая-то другая форма общественного самоуправления. Не знаем мы ничего про полный коммунизм пока. Да, не дошли мы, даже мы к нему не приблизились вплотную к этому полному коммунизму, чтобы сказать, а что там останется, в какой форме вот это общественное самоуправление будет. Я думаю, что оно будет в разной форме, и не только в форме Советов. Так, Кирилл Владимирович Щербаков. Ничего я не выделил почему-то. Сейчас. Рабочий класс должен добиться передачи всех средств производства революционным путем в руки всего общества. Создать общественную собственность, создать общество, базирующее на общественную собственность, на средства производства. Социалистическая демократия – это низшая фаза коммунизма. Неправильно. Социалистическая демократия – это не низшая фаза коммунизма. Низшая фаза коммунизма – это социализм. А социалистическая демократия, то есть демократия в форме Советов, она присутствует и в переходный период. При нем пролетариат устанавливает законы, устанавливает свое право, которое есть в возведенном законе воля господствующего класса. Ну, это-то да. Так, ну все вроде бы, это все вопросы, которые я себе пометил и которые мы разобрали. В целом я проверил 53 работы и 53 товарища получили зачет или зачет с замечаниями. Вопросы от слушателей. Вопрос от Сергея Фролова. В Википедии выборы факультата Верховного Совета СССР, состоящегося 12 декабря 1937 года, названы первыми правильными выборами в СССР. Покомментируйте, пожалуйста. Значит, в Конституции 1936 года произошел отказ от производственного принципа избрания в Советы. Ну и с этим связано, я думаю, то, что написано в Википедии. Я, честно сказать, комментировать бы побоялся, потому что что там может быть написано, мне неведомо. Вопрос от инженера. Наблюдаете ли вы увеличение интереса людей к марксизму, ленинизму, сталинизму в последнее время? Начинает ли общество прозревать на ваш взгляд? Я думаю, что интерес к марксизму, ну, во-первых, да, вы сказали марксизму, ленинизму, сталинизму. Мы, вот, я вот не знаю, что такое сталинизм. Я знаю, что такое антисталинизм. А вот что такое сталинизм, я не знаю. Нет такой отдельной теории сталинизма. Есть марксизм, есть ленинизм. И есть практика построения социализма в отдельной стране, в СССР, под руководством товарища Сталина. И вот тот, кто борется против этой практики, он называется антисталинизмом. А никакой специальной теории сталинизма нету. Вот когда говорят люди, что они сталинисты, это вообще непонятно, что такое. Вот я могу себя назвать сталинцем, но никак не сталинистом. В том смысле, что я поддерживаю ту практику построения социализма в отдельной взятой стране. Но никаких теоретических открытий товарищ Сталин в науке не произвел. Поэтому можно говорить о марксизме и марксизм-ленинизме как его, так сказать, наиболее современной, наиболее прогрессивной форме. Ну и теперь возвращаясь к вашему вопросу о том, об том интересе, который марксизм-ленинизм вызывает сейчас. Безусловно, рост интереса к марксизму-ленинизму я наблюдаю. Этот рост для меня является субъективным, конечно, но я думаю, что его можно объективно измерить. Например, вот, скажем, если посмотреть на просмотры роликов на Ленру в том числе, я уверен, что имеет место рост интереса к данной тематике. Это первое. Второе. Есть объективные обстоятельства, почему рост интереса к марксизму-ленинизму неизбежен. Поскольку капитализм, он характеризуется цикличными кризисами перепроизводства. И сейчас мы всем миром летим в один из этих кризисов. И, по всей видимости, надо полагать, что он будет, ну таким по сравнению с предыдущими кризисами, не самым маленьким. А раз, вот, скажем, предыдущий кризис такого масштаба, если говорить о кризисе такого масштаба, это был кризис в конце 20-х, начале 30-х годов в Соединенных Штатах Америки. Назывался он Великой Депрессией. Значит, во времена Великой Депрессии, по результатам ее, как мне известно, в сырую землю полегло около 5 миллионов человек. Вот, будет, ну в США, естественно. Потому что в тот момент Великая Депрессия, она была ограничена США. Тогда еще не настолько производство было всемирным. Вот, хотя, естественно, она как-то сказалась на европейском производстве, но никак не сказалась на Советском Союзе вообще. Вот, соответственно, сегодня мы все летим и двигаемся в кризис подобного масштаба. Единственный выход из этого кризиса для трудящихся – это борьба за свои коренные интересы. Коренные интересы трудящихся объяснить и выявить может только марксизм-ленинизм. Ну, поэтому, вот, объективно, интерес к марксизму-ленинизму, конечно, будет расти не только у нас, а во всем мире. Чем плоха прямая демократия? Потому что прямая демократия – это выдумки людей от науки далеких. Никакой прямой демократии, вот, история нам не показывает о том, что она возможна. И что такое прямая демократия? Как вы ее будете обеспечивать, как она работает, совершенно непонятно. Как производится отзыв? Как производится отзыв, почему, где корень этой прямой демократии? То есть, когда мы говорим об советской власти, корень этой советской власти – в производстве, в производственных коллективах. А прямая демократия – это все, значит, болтающие там, это об этой прямой демократии, известные, я знаю, кто об этом, так сказать, твердит неуемно. Вот это вот товарищи хотят в производстве ни в ком не участвовать, никак от производства, на производстве никакого веса не иметь, с рабочими никак не соприкасаться, а своим программистским кружком обеспечивать эту прямую демократию. Так, при полном коммунизме государство не будет, соответственно, не будет власти советов. Каким образом будет осуществляться управление народным хозяйством и странами? Народным хозяйством будут управлять соответствующие органы управления народным хозяйством. Какие, в какой форме они будут – это покажет время. Точно, точно определить, какие формы управления, значит, ну, будет какое-то общественное управление и общественное самоуправление. Но, естественно, будут там органы учета, контроля, все эти органы должны остаться, потому что производство без них не может существовать. Какие-то формы будут, какие точно, сказать сложно. После реформы, касательно Легермана, оценка работы предприятий по прибыли, как получалось увеличивать отпускные цены при фиксированных государственных ценах? Значит, после, значит, там два момента, прибыль и вал, ну, в качестве одного из параметров, на который должен быть направлено предприятие, это вал продукции. То есть, не важно, что я произвожу, важно сколько. Чем больше я произведу, там, не знаю, чего-то, тем лучше. Ну, и, значит, соответственно, как обеспечивалось, что там цены? Как получалось увеличивать отпускные цены при фиксированных государственных ценах? Как получалось увеличивать? Отпускные цены? Отпускные цены? Не знаю, не готов сейчас ответить на этот вопрос, надо подумать. Не могу ответить так сходу. Что вы и ваша партия будете делать 1 мая 2022 года? 1 мая 2022 года мы, если будет проводиться демонстрация, мы не будем участвовать, если не будет производиться демонстрация, наша партия, как и в любые другие дни, будут заниматься распространением газет у заводов ВАВЭК. Социалистическое государство – это государство и диктатура пролетариата, а не всего рабочего класса, так? Диктатура пролетариата – это и есть диктатура рабочего класса. Диктатура пролетариата – это вот такое понятие, как бы единое. Это не диктатура пролетариата, это не диктатура пролетариев. Это диктатура рабочего класса. Да, но и даже более того, определенной части рабочего класса, а именно городских, фабрично-заводских рабочих. Чем отличается кооперация от артилей? Кооперация – это такая форма производства, при которой один или несколько человек участвуют в совместном производстве. А артель – это, скорее всего, форма кооперации, одна из форм кооперации. Кооперация может быть и на капиталистическом производстве, кооперация, и социалистическом производстве тоже может быть кооперация. То есть кооперация – это такое широкое понятие. Отразились ли санкции на вашей профессиональной деятельности? Да, естественно, они отразились на моей профессиональной деятельности. Можно ли считать КНДР полугосударством? Можно, потому что это государство социалистическое, в нем построен социализм, значит оно является полугосударством. Там нет эксплуататорского класса, который подавляет класс эксплуатируемый. Слышали ли вы новости о сопредседателе профсоюзного курьера Кирилла Украинцева? Его задержала полиция. Сегодня суд по 202-ю часть 1-я у КАЭРа. Нет, такой новости я не слышал. Все. Все, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин